Швейцарские вузы регулярно входят в число лучших в мире, привлекая к себе большое количество иностранных студентов и ученых. Но как именно устроена швейцарская система высшего и не только образования? Об этом речь и пойдет в данном ролике. Мы расскажем о разных типах швейцарских вузов и объясним, как стать студентом в одном из них. Затем мы объясним, что требуется от иностранцев, желающих учиться в Швейцарии. В Швейцарии вузы делятся на три типа. Для начала это традиционные университеты, существующие и в других странах мира. Всего их 12, 10 кантональных, плюс две престижных федеральных высших технических школы в Лазанне и в Цюрихе. Эти вузы регулярно занимают в международных рейтингах самые высокие позиции. Ежегодно во все вузы страны поступают более 150 тысяч человек, с целью изучения практических и теоретических дисциплин. Для получения степени бакалавра требуется три года. Она дает возможность, продолжив учебу, получить потом степень магистра, на что обычно уходит еще два года. Период постдипломного образования может длиться около четырех лет. Кроме того, в Швейцарии есть высшие школы прикладных наук и искусств. Их девять. Они предлагают практические программы обучения с прицелом на нужды экономики. Некоторые специальности, такие как, например, ландшафтный архитектор, можно получить только в таких заведениях. Профессиональные стажировки являются неотъемлемой частью любой программы. Учащиеся ориентированы, как правило, на получение степени бакалавра и магистра. Кандидатские степени интересуют их гораздо меньше. В Швейцарские высшие школы прикладных наук и искусств поступают 95 тысяч человек в год, в основном после обучения в ПТУ. Условия поступления мы рассмотрим чуть позже. К третьему типу вузов относятся педагогические институты, готовящие учителей для начальной и средней школы, а также преподаватели для детей с ограниченными возможностями по здоровью. Таких вузов 20. В них поступают 20 тысяч абитуриентов в год. В Швейцарии также существует не университетский уровень высшего специального образования, предназначенный для выпускников ПТУ. Это еще одно фирменное блюдо швейцарской образовательной кухни, которое позволяет расширять практические знания в области менеджмента. Такой формат хорошо зарекомендовал себя в таких областях, как сестринское дело и информационные технологии. Данные программы могли бы быть интересны для студентов из стран, где нет системы образования, объединяющих теорию и практику. Так как же мне поступить во все эти замечательные школы и университеты? Вы, наверное, думаете, что швейцарская система высшего образования является ужасно сложной системой. И вы правы. Но при этом она вполне гибкая, предлагая множество форматов обучения в одном из трех типов вузов и множество путей достижения поставленной жизненной цели. Первая серьезная развилка в жизни подростка в Швейцарии наступает примерно в 15 лет. Около двух третей выпускников школ выбирают путь профтехобразования. В рамках швейцарской дуальной системы образования учащиеся, выбрав ПТУ, совмещают обучение в классе с работой в цеху, получая при этом зарплату. Эта система считается и не только в Швейцарии золотым стандартом в сфере организации профтехобразования. Выбор формата профтехобразования отнюдь не закрывает перед вами дверей вузов. Завершив обучение по программе среднего специального образования, учащиеся могут поступить потом в вуз или высшую школу прикладных наук. Дополнительное вступительное испытание, так называемый мостик, дает возможность поступить потом учиться в традиционный университет или вуз. Оставшаяся треть выпускников средних школ выбирает путь, который сразу ведет их в вуз или университет. Они получают свидетельство об окончании средней школы, дающие им право поступать во все традиционные вузы и университеты страны. В Швейцарии есть также спецшколы, которые предлагают средний путь. Здесь можно подготовиться к получению образования по таким направлениям, как искусство и здравоохранение. Система образования в Швейцарии в целом очень открытая. Любой, кто обладает необходимыми базовыми знаниями, имеет право ходить на лекции в вузе или университете по своему выбору. В сфере профтехобразования есть некоторые преграды в связи с ограниченным количеством мест производственной практики. Не так-то просто получить доступ и к образовательным программам, например, в области медицины. Швейцарские вузы привлекают большое количество иностранных студентов. Только в 2022-2023 учебном году иностранные студенты составили долю в одну треть от всех студентов Швейцарии. По данным рейтинга газеты Times, наиболее плотно в систему международных академических связей встроены высшие технические школы Цюриха и Лозанны, уступая только университету Гонконга. Особой популярностью иностранцев как раз пользуются степени магистра и кандидата. По данным ОСР иностранные студенты составили долю в 58% от всех выпускников аспирантур и докторантур в 2020 году, тогда как средним по странам ОСР показателем является доля в 27%. Какими же науками интересуются в Швейцарии иностранные студенты? Прежде всего естественными и инженерными науками. Отметим низкую стоимость обучения в Швейцарии. Этот фактор является для иностранных студентов решающим аргументом. Разные вузы взимают с иностранных студентов разные сборы, но в целом нужно быть готовым заплатить от 500 до 2000 франков в семестр. Проблема только в том, что в Швейцарии очень высока стоимость жизни и дорогие учебники. Требования к иностранным абитуриентам в Швейцарии относительно просты. Лица из стран, не входящих в ЕС, должны иметь студенческую визу и обладать хорошими познаниями в языках – немецком, французском, итальянском. На английском языке преподавание тоже ведется, но это скорее исключение. В последние годы система высшего образования Швейцарии сталкивается с проблемами. В 2021 году Швейцария была исключена из программы Horizon Europe – флагманской программы Евросоюза по финансированию НИОКР. Причиной стал отказ Берна продолжать консультации с Брюсселем по тексту так называемого «рамочного институционального соглашения». Швейцарские вузы предупреждают о серьезных последствиях в случае, если Швейцария будет и дальше находиться вне программ ЕС в области финансирования научных исследований. Швейцария также утратила статус полноправного участника программы Erasmus Plus, организующей академические обмены. Причиной такой ситуации стал референдум, по итогам которого власти были вынуждены внести поправки в режим свободы перемещения между Швейцарией и Евросоюзом. Студенты Швейцарии хотели бы вновь начать принимать участие в этой программе. Правительство заявляет, что его целью является возвращение страны к участию в программах Horizon Europe и Erasmus Plus. Но пока ситуация такова, какова она есть. Преградой является политический тупик в отношениях Берна и Брюсселя.